здравствуйте очень рада знакомым лицам новым лицам тоже рада как-то мы с вами действительно какое-то общество перемещающихся любителей поговорить о чем-нибудь интересном да из из магазина в магазин ну что у нас по времени мы уже в общем-то во времени поэтому мы можем начинать потому что зимний вечер не бесконечен в общем когда на улице так скользко хочется вернуться наверное домой тогда чтобы ты еще что-то под ногами видишь а мы сегодня с вами будем говорить про общество спектакль но не столько про книгу книгу вы можете почитать сами книгу дебора написано в то время когда наш мир самым серьезным образом изменился и философском плане в технологическом плане в экономическом плане это шестьдесят седьмой шестьдесят восьмой год точно вот конец 60-х начало 80-х сколько про идеи которые там были заложены и которые также как в моду актуализируются платья 50-х 60-х годов также точно эти мысли которые были популярны 60-е годы они вдруг заново как бы вместе с выросшим прожденным тогда поколением вдруг начинают актуализироваться и иногда может быть воплощаться в жизнь в каком-то карикатурном дай бог если там не трагическом режиме но тем не менее я вот я бы хотела о чем же собственно говоря кто читал поднимите руку общество спектакля даже не буду вам пенять потому что да ну в общем то это это философский трактат философская я бы сказал даже там социополитический который посвящен осмыслению в таких коротких тезисах осмыслению того что же из себя представляет современное общество в современной экономике в современной культуре потребления поведения и коммуникации и вот дебор говорит о том что вы знаете говорит он на самом деле понять этот мир практически невозможно потому что каждый из нас видит только то что он видит каждый из нас слышит ровно то что он слышит и каждому из нас удается узнать об этом мире лишь маленькую частицу и вот в рамках этих ограниченных каких-то так сказать вот представлений каждый из нас и живет мы иногда совпадаем с друзьями и знакомыми иногда не совпадаем а иногда выйдешь к соседке такое ощущение я думаю что многим из вас это знакомо такое ощущение что вы из разных стран эпох и вообще кто все эти люди и здесь даже не конфликт поколений как раньше говорили о том что ну тоцы и дети мы все с вами школе благополучно в 19 веке проходили общественный общественные изменения они были еще более медленно чем технологические ну как только технологически участились стали более серьезными более влиятельными начала развиваться промышленности по-другому начали развиваться инженерной науки начали развиваться науки физика сделал огромное количество открытий медицина spectrum огромное количество открытий химии, то есть изменения, которые постигли 20 век, они, конечно, для человечества, это была перемена, не знаю, сопоставимая, наверное, с обретением речи человека, то есть вот тогда, когда человек научился говорить, началась первая коммуникация, вдруг, ну, может быть, не речь, а письменности, вдруг вот это вот мы научились разными другими символами, кодами передавать. Мир стал другим уже и в начале 20 века, и даже там в конце 19-го, он постепенно, то есть, как мы открыли с вами паровой котел, и поехали вместо лошадей у нас паровозы, а вслед за ними автомобили, двигатели внутреннего сгорания, и все это время перестало быть тем временем, которое было. И в это время, оказалось, можно уместить огромное количество событий. Там работа перестала занимать столько времени, отнимать столько сил. Постепенно, постепенно человек освобождался, освобождался, и вместе с этим освобождением у него появлялось все больше времени на раздумья, на творчество, ну, и на глупости на всякие. От этого у нас расцветали науки, расцветали искусство и войны. И, собственно говоря, вот к 60-м годам пришло такое уже, ну, я сейчас говорю, конечно, про европейскую часть, потому что понятно, что на других континентах там немножко по-другому шли процессы. Я вот про европейскую культуру в данном случае больше говорю, не касаясь Востока, не касаясь там Африки, не касаясь... И вдруг в 60-е годы мы получили абсолютно такой свежий, искренний... Это даже было связано не столько там в России с оттепелью, да, о том, что в Советском Союзе, что мы вдруг там полетели, открыли, построили. Нефть появилась чуть попозже в огромном количестве. Мы вздохнули свободно, мы стали богатой страной, одномоментно еще и ресурсно богатой, да, вот в мировом потенциале. У нас энергетики многое, и вот эта вот сила, она появилась не только у нас, она каким-то образом космически появлялась по всему миру, и появлялись идеи и желания освобождения, то есть вот накопления, переработки и освобождения энергии. И что произошло как раз вот в эти вот эти вот эти 68-е, загадочные 68-е, 67-е, 69-е годы. Самое главное, что нам произошло тогда, для сегодняшнего момента, это был фактически изобретен компьютер и новые системы коммуникации. То есть началась цифра. Значит, в это же время произошли достаточно серьезные перемены в производстве, увеличилась интенсивность промышленного производства, и появилась первая массовая безработица, вызванная не экономическим сломом или каким-то рынком, там перепроизводство или еще чего-то, а именно потому, что заводы стали работать хорошо на новых механизмах, стало не нужно уже 25 придильщиц, и вполне можно было заменить одной эффективной штуковиной, и эти 25 придильщиц благополучно пошли на улицу, потому что больше их было девать некуда. И в это же время примерно начали появляться новые зачатки экономики, искусства, экономики культуры, экономики знаний. То, что мы сегодня уже в ранге ООН называем креативной экономикой, это экономика знаний и впечатлений. То есть само по себе оно до сих пор, у нас не очень привычно звучит, когда мы говорим про то, что мы потребляем искусство, мы потребляем культуру, мы потребляем живопись. Это товар. Обычно люди искусства, люди культуры сразу же встают с большими плакатами, митингами и говорят, да как вы смеете нас так оскорблять. Но это не потому, что я так плохо воспитана, а потому что объективная реальность стала перемещаться в сторону того, что вот эти искусства, науки и образования, они стали также точно цели полагаться, искать своего потребителя, подстраиваться под своего потребителя, казалось бы, как и, собственно говоря, носовые платки, автомобили и дрели электрические. И вот, значит, все это менялось, все это каким-то образом кому-то становилось хуже, где-то при этом хорошо мир развивался, появились социальные волнения достаточно серьезные, то есть вы прекрасно понимаете, что это и, собственно говоря, Франция 68-го года, и как раз вот свержение Деголя, ну, отставка Деголя, да, смены достаточно серьезные студенческие волнения, то есть в это время произошла какая-то концентрация технологической, солнечной и человеческой энергии, когда вдруг мир изменился, немножко потрясся, и стал новым. И вот Дебур, собственно говоря, посмотрел на этот мир, хорошо образованный молодой человек, тогда еще молодой, посмотрел на развитый, развивающийся, так сказать, марксизм, который он очень не любил вместе с советским устройством, посмотрел на общество капитализма, с обществом потребления, и разродился вот таким вот трактатом, который называется «Общество спектакля», суть которого сводится к тому, что, ребята, мы все смотрим хорошо поставленный спектакль, каждый свой. И в этот хорошо поставленный спектакль заставляет нас, иногда как хороший интерактивный спектакль, играть какую-то роль в нем, или переживать то, что захотел режиссер, чтобы мы переживали, или слушать ту историю, которую нам надо услышать. И на самом деле, единственная задача этого, собственно говоря, спектакля, вот этого вот всей постановки в капиталистическом обществе, в социалистическом, надо сказать, тоже, это обеспечение интересов тех, ради кого этот спектакль разыгрывается, ну, по большому счету, меценатов. То есть, если капиталистическое общество заставляет нас потреблять, оно все время говорит, ну, посмотрите, какие красивые юбочки, кофточки, какие новые духи появились, посмотрите, какие квартиры чудесные, посмотрите, какой образ жизни, посмотрите, какие у нас автомобили. Вы еще не ездили в это путешествие. В это же время появляется первый, ну, как бы массово так вот входит в умы, миф о том, что девушкам надо обязательно делать предложение с бриллиантами, потому что у нас появилось, ну, огромное месторождение алмазов было открыто, и Дибирсу необходимо было куда-то, не только в промышленность, не только в ювелирку, но и в массовое потребление отдавать обработанные алмазы, как их можно отдать, только если девушкам не вмешать в голову, что если тебе без бриллианта сделали предложение, то это как бы неправильное предложение. И, соответственно, как бы открылся рынок вот такого частного потребления, ну, геологи-то это называют, это ювелиры, это называют, конечно, алмазной пылью, потому что редко бриллианты, караты больше, собственно говоря, дарят в обычном потреблении, а все, что меньше, это, так сказать, в общем, такая несерьезная история, но, тем не менее, каждая приличная девушка теперь должна иметь у себя что-то такое блестящее, как-то ограненное, значит, как-то сверкающее, потому что вот тогда у нее есть такое подтверждение, что вот все здорово. И вот эти вот накладываемые стереотипы, он говорит, то есть нас встраивают в специально срежиссированную историю, заставляют меня играть, но не факт, что завтра эта история будет точно такой же, завтра вы можете открыть себе совершенно другую историю, говорит он. Он, конечно, не так легкомысленно, как я все это рассказывает, он проводит это через экономику, через политику, через социальную сферу, он говорит очень умными, пишет очень умными, так сказать, фоксионами, но смысл остается этим. Реальность как таковая плохо познаваема, человеческий мозг не в состоянии одновременно смотреть сотни параллельно идущих спектаклей, потому что, даже я вот сейчас говорю, и каждый из вас слышит свое, потому что за сегодняшний день у вас произошло некоторое количество событий, которые накладывают ассоциации, контекст какой-то, у вас есть прожитая жизнь, у вас есть какие-то там накопленные обиды, обиды, начитанные книжки, и все это, пока я говорю, оно у вас внутри складывается в такое, совершенно в другое знание, и тот спектакль, который смотрит его у себя в голове, я даже не предполагаю. И таким образом у нас рождается проблема нарушения коммуникации между людьми, и здесь вот такая вот происходит раздробленность, и он еще очень в этот момент, когда он осознает раздробленность, он говорит, да, и кстати, урбанизм, говорит он. Вот этот вот урбанизм, говорит он, это вообще страшная вещь. Ну, мы же сейчас с вами знаем, что урбанизм это правильные люди, которые стараются улучшить наш город, систематизировать его, и как только у нас случится урбанизм, у нас случится счастье. А Дибор говорит, нет, ничего подобного у вас не случится. Вы понимаете, говорит он, ведь очень выгодно этому обществу спектакля, вернее, он спектакль вводит в абсолют как творитель. Он говорит, вот спектакль как творец, как высший разум, как ноосфера. А вот этот спектакль, говорит, понимаете, может быть очень выгодно, чтобы мы оставались изолированными, каждый друг от друга, потому что нам тогда будет невозможно договориться, а если нам будет невозможно договориться, мы не сможем ничего противопоставить иному коллективному или высшему разуму. Но, конечно, человек же как социальное существует, тут, говорит, урбанисты, страшные люди, они понимают, что, конечно, человеку нужно быть изолированным, но желательно ему быть совместно изолированным. И вот здесь у него появляются вот эти вот типологии двора, коммуны, микрорайона, поселка, сообщества, где все, ну, кто смотрел американские женские, ну, или семейные там сериалы про пригород. Вот переезжает новая пара, ну, или даже фильмы ужасов, неважно, там вот часто очень в американских фильмах, мы приезжаем в Соборбио, вот это вот то, что у нас под большими городами, эти одноэтажные Америка, приезжает молодая пара, там у них могут быть дети, могут быть собаки, может быть все что угодно, и они в обязательном порядке идут, что делать? На соседей с дорогой. Знакомятся к соседям, здравствуйте. Мы вот теперь к вам приехали, узнавайте нас, расскажите, какие правила, мы должны встроиться вот здесь, ну, то есть как-то вот. Это такие вот, ну, как микросоциумы, у которых, говорит Дебор, желательно, чтобы были единые производства, дом культуры, парк, сквер, больница, библиотека, транспортная ограниченность, вот такие вот резервации. И вот тогда там сохраняется вот то сообщество, с которым очень удобно разговаривать вот на том языке, который для него предназначен. Это, конечно, утрированная вещь, но тем не менее, даже если мы с вами выходим сейчас в город Новосибирск, ну, с кем мы там не первый раз встречаемся, я думаю, что вы уже слышали мою это, мою фразу, что Новосибирск-то никакой не город, это объединение ста деревень. Потому что мы проходим один квартал, пересекаем перекресток, даже в масштабе тихого центра мы прекрасно понимаем, что вот этот квартал, здесь живут примерно вот такие люди, вот в этом квартале примерно вот такие. Здесь у нас больше медиков, и больше там вообще они учатся в первой гимназии, или в 22-й школе, или 42-я школа, или 22-я здесь, там еще какая-то. Отъезжаем от центра, мы попадаем на Чкаловский, или там на Чкалду, или на Богданку, на Богдашку попадаем, там или еще куда-то, и везде существует своя субкультура, также точно там маленькая, которая нам очень сложно дает друг с другом договариваться, по большому счету, если сейчас человека пешком отправить через Новосибирск, вот так вот пройдя все, а правый берег и левый берег, это, ну, это два разных города. Также точно как Снегири и Затуринка. Городок это вообще не город Новосибирск, потому что городок в этом абсолютно уверен. Потому что есть академгородок и город, это все понятно. Более того, в академгородке, если вы придете там к жителю верхней зоны академгородка, которая рядом с университетом, скажете, ну вот у вас в городке вот вща, или еще хуже, скажете, у вас в городке на шлюзе, вы скажете, у вас в городке в Яльцовке, вас вам тут же сделают в волны себе великосветской эфи, скажут, что вы себе придумали, они городок. Поэтому там еще и внутри существуют, так сказать, вот эти вот деления, которые недоступны разуму. И вот эти вот микросорциумы, они формируются как раз вот этим единым спектаклем, который люди смотрят и в который они вовлечены. И Дебор говорит, если будет продолжаться так, как это сейчас продолжается, ни к чему хорошему не привезет, потому что, говорит он, даже искусство становится сегодня товаром, навязываемым человеку для того, чтобы формировать его эстетические, философские, гуманистические воззрения. И здесь же, естественным образом, мы переносимся в Советскую Россию, прекрасно понимаем у нас с вами, кто постарше, тот знает, что у нас прекрасная воспитательная функция соцреализма, в котором были прописаны все черты настоящего строителя коммунизма. У нас есть портретные характеристики советского человека, комсомолки и комсомольца, светлые строители. В 60-е годы это одни портреты, в 20-е другие. И в 30-е, но все равно все это оставалось светлым, целеустремленным и энергичным. Слом очень мало фиксировался в официальном искусстве или какие-то метания, потому что, тем более, боже мой, такое слово, как депрессия или осознанность или что-нибудь еще вот такое, это вообще, в принципе, ну, это не существовало в языке. И искусство как воспитательная функция, вот здесь у нас очень часто до сих пор случаются, так сказать, вот конфликты, с моей точки зрения, у любого искусства всегда существует воспитательная функция. Другое дело, кем и как она формируется, эта воспитательная функция. То есть мама, которая рассказывает ребенку сказки, воспитывая его, она использует в любом случае, в любой культуре, в любой цивилизации, она использует весь арсенал искусства, весь арсенал культуры, который есть для того, чтобы ребенка встроить в социум, в котором ему жить. Чтобы он узнал, что здесь хорошо, что плохо, потому что в некоторых социумах хорошо есть человека из другого племени, а в некоторых на это могут посмотреть весьма косо. В некоторых социумах хорошо воровать невесту, а в некоторых это вовсе даже себе не приветствуется. Ну или и так далее. И вот это вот все надо впитывать, это все через сказки, через рисунки, через обряды, через танцы, через все остальное. Создает воспитательный каркас, но Дебурта говорит не об этом, он как раз не об эволюционной или какой-то, так сказать, этнической форме воспитания, а он говорит, нарисуют же, или покажут же, или снимут вот какую-то штуку и формируют представление о прекрасном, хорошем и необходимом у вас в голове. И вы потом не со своей идеей ходите. В современном обществе начали достаточно часто цитировать Дебуры сегодня, потому что, опять же, продолжая вот эту тему разбитого информационного пространства и то, что мы с вами знаем совершенно разное про сегодняшний день и про сегодняшнюю Россию, да, я думаю, что тут такой хрестоматийный пример, если встретятся два человека, один из которых смотрит интернет-ресурсы, социальные сети и пользуется ими как источником информации, а другой смотрит первый канал и официальное телевидение, если они встретятся случайно за чашечкой кофе или в гости друг к другу придут, ничего не подозревая. Недаром существуют правила в приличных и теме, что не надо говорить за столом о политике, здоровье и деньгах, потому что, не дай бог, чего-нибудь это затронется. но сейчас не то, чтобы там социологи или философы, с очень разных сторон журналисты, писатели, культурологи подходят к воспоминанию вот об этом труде Дегора и говорят, слушайте, правда же, посмотрите, что происходит. То есть мы с вами блуждаем в разных группах, в разных локациях. Нам с вами туда транслируют совершенно разные фейковые новости, а мы их дальше, что от нас требуется, нас же еще инициируют на роль, они нам говорят, давай поиграем. Кто любит играть в социальных сетях? Ну там, тест пройти. Уже никто не любит, кроме меня. Я вот обожаю. С кем не бывала? Нет? Вы не проходите тесты, вы никогда не узнаете, кто вы есть на самом деле. Я проходю, ваше настоящее имя? Фейсбуке. В фейсбуке, отлично. Это моё любимое дело. Я каждый день обязательно узнаю про себя что-нибудь новенькое. Какая я биснеевская принцесса или что со мной будет, если я родилась бы в Австралии. Меня это очень радует, если честно. Программируют, наверное. Программируют? Конечно, конечно, потому что если вот я утром встала и по большому счету, вы представляете себе, ну тогда абсурдно вот так вот довести, встаю я абсолютно такая полая оболочка. Все, чем у меня научили в школе, в университете, я забыла. Дальше помнить не хочу, думаю, дай-ка я узнаю, кто я сегодня. Хоп, захожу, думаю, о, я златовласка. Думаю, пойду-ка я побуду златовлаской. А дальше у меня для этого все готово. У меня понятно, как одеваться, понятно, что говорить, понятно, как себя внести. Я такой златовлаской выхожу. Но дальше мы идем в функцию вот этих вот социальных архетипов и ролевые распределения в нормальной жизни, которые так или иначе мы все равно с вами играем. Фильмы, спектакли, книги, которые нам говорят. Я специально вот там бродила по этим и подумала, господи, как мы до сих пор с ума не сошли. Потому что там 80 целлажей подряд. Научи себя быть успешным. Пойми, кто ты. Пойми, зачем ты. Секрет успеха. Что делать, если ты не знаешь, что делать. И вот это вот повторяется просто из книжки в книжку. Если это читать до застановки, то ты понимаешь, что все, тупик. И это все пишется, производится, и люди это читают. Читают, примеряют на себя. И это, в общем-то, нормально. То есть процесс самопознания дошел сегодня до того, что мы, о, точно. Девушка, там у нас архетипы женские лежат. Есть приятельница, которая организовала женский клуб, и они там собираются. Все это. Это прекрасно вообще, когда женщина начинает сама себя опознавать. Выходит и говорит, о, так я не знала, я-то на самом деле Артемида. А я-то думаю, что я мучаю? Борщи, я не должна любить готовить борщи. Приходит к мужу домой и говорит, все. Ну, в панике, конечно, в общем-то, он не женился на этой Артемиде. Говорит, нет, куда там ее дальше, куда девать ее пристроить, теперь куда-то надо. В его-то спектакле она не предусмотрена. Потому что в его спектакле, у него, он включает рекламу Первого канала, там счастливая семья. А счастливая семья живет в такой хорошей двухсотметровой квартире. Как правило, в рекламе же так все показывают. У них там свободно бегают собаки по квартире, у них там каждая тварь в своей комнате спокойно живет. И я вот время от времени так заглядываю в этот телевизор и думаю, батюшки мои, это же где-то в России у нас вот этот так вот народ живет. Но при этом это так народ живет, не то чтобы это какие-то там звезды или особо обеспеченные люди, а это вот видно мама домохозяйка, а папа ну, простой, наедный сотрудник и в общем-то как-то все хорошо. Дальше, ладно, мы живем в большом городе, у нас есть возможность, а дальше возникает ситуация трагичная чем? Ну, мы поиграли, поиграли там золотоваски, там артемиды, мужчина тоже может себя предположить каким-нибудь там спасителем мира. Есть маленькие дети и молодое поколение, которое в том числе удалено от реального, от реальной жизни, от реального социума, от реальных городов. А при этом от телевизора, книжек, журналов и кино они не удалены, то есть вот эти предметы искусства. И вот представьте, вот живете вы на в поселке с населением ну даже в 10 тысяч человек. Может быть, даже ближайшая школа у вас только в соседнем поселке остается. Может быть, даже вы сюда пешком ходите за 3-5 километров, потому что автобусы вечно ломаются. и у вас, собственно говоря, не поликлиники, не больницы, фельдшерский пункт каким-то образом конечно работает, но не каждый. Вы приходите домой, там у вас прекрасный телевизор, вы думаете, нормально, вся Россия вот так живет, стандарт социальный то вот такой, а я вот здесь вот почему-то меня вот оно собственно говоря наказало. И дальше надо иметь очень сильную волю, которую в современном информационном контексте, в современном искусстве не очень-то пропагандируют. Никто не приходит с героикой. То есть сегодня очень мало героического в искусстве, когда приходят и говорят давай ты будешь молодец, давай ты победишь всех, давай ты будешь вот такой вот ну совершишь ну только если мы не берем вот эти вот книжки как-то себя переломи, выйти из зоны комфорта, потом зайти в зону комфорта, потом еще что-то с собой сделать. Если брать художественную литературу, то мы там как-то все-таки поднываем. Вот так вот слегка ноем, слегка разочаровываемся, мы преодолеваем метание, мы все время в каких-то даже эти прекрасные наши герои, которые герои Хабенского очень мужские истории, российские мужские истории, я не беру адмирала, там он конечно героический герой, вот эти вот современные, где у нас географ глобус пропил, где у нас всем выйти сумрак, я уже забыла как называется безумно люблю, дневной дозор, ночной дозор, вся вот эта вот история. Он же в общем-то сам себя к подвигу не готовит, не тренирует, никто там у нас такого рецепта нет, а что надо сделать, чтобы стать подвигом, чтобы выжить в этой жизни. У него как-то случайно ему деваться, некуда ему приходится побеждать. А герои, которые связаны там у Пельевина, это герои финансовых рынков, бизнеса, там и когда читаешь, ты думаешь, боже мой, как люди вообще выжили. Это там, где каплио не снилось, потому что если это у нас постоянное нарушение здорового образа жизни, постоянные все вот эти вот стрессы, которые существуют, это в общем-то реальность такая, она такова и есть. Тоже никакой героики, это скорее антигероика такая, но это не антиутопия, потому что ничего страшного там не происходит, но как бы ничего хорошего. Вот такая вот вязкая, нескончаемая, ничем не заканчивающаяся, по большому счету, ничем значимым, никакой победы жизнь. И вот этот спектакль, говорит, Дибор, говорил он тогда, значит, в своем 67-м году, след за ним сейчас говорят современные, так сказать, люди, пытающиеся осмыслить действительность, они говорят, да, и этот спектакль мы смотрим. Возьмем Новосибирск последние недели. Если кто-то из вас читает новостные сайты, и кто читает новостные сайты? Ну, 4-5, ну, уже много достаточно, почти вот тут 3. Скажите, пожалуйста, вот у нас сегодня, ну, за последнюю неделю, что вас больше всего впечатлило в жизни города Новосибирска? Назначение директора глобуса. Ну, как назначение? Ну, как назначение? Вот так, вот такая вот, да, история с, с глобусом, я бы так сказала, история с глобусом. А, да, но, если вы внимательны, если задаться научной целью, исследовать эту новость, то, ну, что делает исследователь? Он в первую очередь начинает смотреть все сопутствующие материалы, там, что к этому относится, откуда история, кто к этому имеет отношение, и каждый человек, в зависимости от того, какой он до этого спектакль смотрел, вот у себя, да, если он был вовлечен в культурную жизнь, у него один контекст, если он был вовлечен в политическую жизнь, другой контекст, если он вдруг вчера просто узнал про театр Глобус, то его третьим говорит, батюшки, неужели у вас там еще и театры есть? Люди, которые на площадь выходили по поводу оперного театра, они говорят, не, ну, мы сейчас тоже на площадь пойдем, мы же уже в тот раз к отдельному, ладно, ни к чему не привело, мы в этот раз пойдем. Ну, то есть, вот это вот все начинает как-то функционировать, и представьте себе, над всем этим делом сидят люди, которые смотрят свой спектакль, например, вот люди, принимающие решения. Они-то ничего плохого не хотели, по большому счету в административном регламенте, ну, представьте себе, вы руководитель завода, у вас есть руководитель клуба у этого завода, руководитель клуба по вашему субъективному мнению как-то не справляется с этим клубом. С точки зрения здравого смысла любой руководитель завода может прийти к руководителю клуба и сказать все, контракт расторгнут, до свидания. В этом вообще ничего преступного нет, ну, с точки зрения здравого смысла. Но тут нам услужливо говорят, говорят, не в этом же проблема, говорят они, вы посмотрите, что на смену-то предлагают. Ну, и дальше начинается разворачиваться история, что на смену, как будто это вот такой вот переговор. И нам кажется, вот в эти пять минут, когда мы потребляем эту информацию, что случилось страшно, что прямо сейчас в театр «Глобус» придет следственный сантехник, значит, который будет директорствовать в этом театре. Надо сказать, что директор театра это не главный режиссер. По большому счету, ну, то есть, как бы у него, конечно, важная роль, но театр, он такой, имеет два полушария в своем направлении. И нам кажется, что да, вот сейчас на нас, как бы начнут либо идеологическое давление, либо еще потом говорят, это же молодежный театр, как же мы будем через него воспитывать молодежь, и мы начинаем накручивать вот это вот все на себя, как на тот карданный вал по полю. А вчера, на самом деле, мы еще и не предполагали, что театр «Глобус» каким-то образом воспитывает нашу молодежь. Мы, между прочим, не изучали каждый день репертуар этого театра, не смотрели, не знакомились с работами драматургов, не смотрели, из каких они, собственно говоря, там, корыть хлебают, а вдруг они какие-то неправильные мысли нашим детям говорят, а мы-то не в курсе, мы этим не были озабочены. Ну, вот в пятницу случилось страшное. Нам сказали, будет по-другому. Оп. Народ сказал, да, это вот наше вот все, проходит ночь. Проходит ночь, приходит мэр, как это в той сказке про мафию, значит, наступает ночь, просыпается мафия. Проходит ночь, появляется новый день, и человек, которого научили, в общем-то, хорошо говорить, общаться с людьми через социальные сети, все прекрасно, ничего плохого не подозревает. и даже не предполагая ничего плохого, он говорит, дорогие горожане, особенно те, кто в фейсбуке мог видеть этот перепост, вконтакте, скорее всего, он по-другому звучал. Он говорит, дорогие горожане, если вы вдруг заметили, что где-то у вас плохо ведется уборка улиц от снега, вы, пожалуйста, мне сообщите. город замер. Он такой думает, как же надо, да, интересно, он говорит, а так в окно не видно, зима пришла. Ну, то есть, зачем вам звонить и говорит, зима пришла. На самом деле, то, что было сказано, то, что было услышано, то, что было транслировано, наши СМИ, это вообще большие молодцы по трансляции прямой речи, по выдергиванию из контекста. Это совершенно разные вещи. То есть, не то, чтобы там мэр подошел, как мне сказал, как же я узнаю, пришла зима или нет. Зима я у горожан спрошу. А он говорит, ребята, если плохо работает техника, существует инструмент общественного контроля, вы про него не забудьте. У нас в городе он используется. Если там что-то не сработало, вы позвоните, а мы проверим по своим службам, они-то вообще там что-то делали по их отчетам или нет. Он только вот это имел в виду, а не то, что... А черт его знает. Ну, ладно, с мэром мы как-то пожили, значит, пережили, все вот у нас хорошее. Тут у нас... Дальше что еще кто помнит из новостной ленты? МГС или тайги, там, или еще чего-нибудь? Денег не дали на... Городскую электричку. Вы случайно не слела берега? Нет. Спасибо тем более за это внимание. Не дали денег на городскую электричку и на самом деле действительно... О, что за городская электричка? Спрашивают счастливые жители, видимо, недалеких микрорайонов, прилегающих к этому магазину. Значит, да. Городская электричка это проект, который должен был состояться для того, чтобы связать еще одним железнодорожным кольцом правый и левый берег для того, чтобы жители Кировского и Ленинского районов могли хоть как-то выбираться из своих микрорайонов и районов, а не терять в пробках по 3 часа в одну сторону. Это новый мост еще? Это не новый мост. Это вторая тема. Это не новый мост. Это все по старым железнодорожным мостам. Все прекрасно идет. Дорога уже проложена. Просто станции. Станции. Добавляются станции. Дорога есть, мосты есть, все есть. Значит, не дали денег на городскую электричку? А дали Москве и Питеру. Ну, естественно, дали Москве и Питеру. Но это, в общем-то, неестественно. И, в общем-то, объективно, им нужнее. У Москвы же нет своих денег в бюджете? У Москвы есть... А то не хватит на третий раз перекладывать бюджет. Не чисто 2 миллиарда. Ну, у нас же в индиве написано большими буквами ни в каком законе, что какой-то город должен делиться с другим городом своими доходами. Мы предложили, но они хотят. А зачем? Мы тоже не хотим. Это удивительно. Мы бы тоже вряд ли Иркутску отдали свои деньги на городскую электричку. Как бы Иркутск не мучился. Здесь речь идет о том, что вот про городскую электричку узнали уже гораздо меньше, чем, например, про тот же снег. На снег отреагировали НГС лучше, потому что снег всех мучает, все боятся ходить. Городская электричка важна тем, кто тратит время в пробках или читал про это, ну, или в какой-то силу профессиональной деятельности вовлечен в этот ужас, который надо как-то разрешать с транспортным коллапсом. Слава, мы даже там с бюджетами как-то разобрались, посмотрели. Нахалявченко подписывала. А? Подписывала? Нахалявченко. Ага. В этом я все сомневаюсь. Ага. Вот. Значит, и это вот моменты городского, так сказать, городского развития. Тут же у нас предложили ввести мониторинг с помощью беспилотников над городом, которые тоже, возможно, смогут нам как-то показывать, где убрано, где не убрано. Это тоже каким-то образом можно на маленьких ресурсах отразилось. А дальше, когда мы пойдем в свои сегменты, у нас окажется, что где-то там заходим в газету поиск, а там у нас оказывается, ученые очень сильно рассуждают о том, а будет ли у нас вообще Академгородок 2.0, о котором так дорого говорили большевики. И вот буквально еще три месяца назад это был наш великий федеральный проект. Поднимите руку, кто слышал про Академгородок 2.0? Отлично. Один человек, потому что мы с вами очень далеко находимся от эпицентра интереса, соответственно, от того самого Академгородка. опять же Фейсбук. Значит, соответственно, советский район-то весь ждет Академгородка, весь остальной Новосибирь ждет ЛДС. Ну, как мне пишут в газетах. Скажите, кто из вас ждет ЛДС, как Мамный Небесный? Кто? Зачем? А никто может знать. Второй. Второй, конечно. На левом берегу, большую спортивную арену. Да? На чемпионат мира по хоккею молодежный нам должно быть. А когда наши звезды ехали Шумаков с Налкиным и Шумаков и Шумановым ехали в Москву, что ли там делать интересно? Мы играли бы за Сибирь. Кто говорит, значит, мы сейчас проигрываем. Что бы им там делать? Что им там делать? Я их прекрасно понимаю. Их и так в сборную пригласят. Их хорошо играют. Да, но при этом нам говорят, вы знаете, Новосибирь голосует за Ледовый дворец, если у нас не будет Ледового дворца, то вполне возможно новосибирцы нас не поймут. Я вот хожу и пристаю к знакомым мне новосибирцам. Ко всем. Прихожу и говорю, скажите, пожалуйста, вот вам лично от этого прям вот действительно беда бедущая, если его не случится. Я встретила двух или трех людей, которые регулярно ходят, болеют. там действительно старые здания, там все. Но вопрос, является ли это приоритетом, но это является приоритетом. Почему приоритетом при этом не являются, например, семь поликлиник, которые у нас третий год никак не могут зайти. И что нам делать с вами с мусором, кроме того, что его нельзя никуда. Ну, по всей видимости, новосибирцев должны научить каким-то образом самоуничтожать этот мусор прямо в пределах квартиры, потому что другого варианта нет. Но полигонов нет, фабрик перерабатывающих нет, туда нельзя, сюда нельзя. Объективно нельзя, туда, куда предлагают, объективно нельзя. А больше ничего не предлагают. Что делать с огромным мегакулисом? Ну, значит, это тоже, что называется, вопрос про суждение. И вот это вот повестка. И каждый из нас вовлечен в свою вот эту вот, что называется, группу. В ней живет и говорит Дебор, а вслед за ним говорят социологи. Говорит, вы понимаете, что этим обществом, это, говорит, большая иллюзия, что кто-то может этим обществом управлять. Потому что на сегодня каждый смотрит настолько, вот отдельные сцены из этого всего представления, выбирает отдельные мысли, выбирает отдельные книги, выбирает. И в результате мы получаем вот такой миллиарды уникальных фактически монообществ, которые даже в рамках семьи не всегда едины, даже маленькой семьи не всегда едины, для управления которыми сегодня не существует инструмента. Вот такая парадоксальная гипотеза существует. И люди, которые все-таки вынуждены каким-то образом налаживать управление, есть такие странные люди, которые понимают, что если страной не управлять, то ничего хорошего из этого не будет, потому что по крайней мере вода должна быть в водопроводе, поезда должны идти, самолеты должны садиться как-то в аэропорт, и все это требует некоторого, так сказать, регламента управления, но не только такие опасные вещи, но в том числе учебные, школьные программы детей. Время от времени неплохо бы перечитывать, да, это не значит, что цензура идет, но хотя бы почитать и посмотреть, насколько у нас предсказуемая история в одной школе и в другой школе. И вот эти вот моменты и говорят сегодня нам социологи, они говорят, вы знаете, давайте попробуем заново учить людей договариваться. Мы будем сегодня в театральной сфере, сегодня есть такая прекрасная вещь, когда приезжают сценаристы, профессиональные драматурги, разговаривают с обычными людьми, просят рассказывать их истории и прямо тут же вместе с этими людьми на основе этих историй делают спектакль документальный или с использованием документальных фрагментов. Иногда в этот спектакль вовлекаются сами люди как актеры. Даже в Новосибирске есть такие театры, когда ты можешь прийти и поучаствовать вот в этом самом спектакле как сотворец. То есть ты можешь писать его, ты можешь воздействовать на постановку, ты можешь поиграть в нем, ты можешь выйти с этим спектаклем в город и как-то пройтись. И важный момент здесь, почему спектакль, театр, город, это вот такая существует теория, ну не теория, красивая, скажем так, красивая метафора, что на самом деле любой город это есть просто распахнутый наружу театр, потому что любая социальная проблема, любой конфликт, он сначала проигрывается на сцене, там мы двигаем вот всех участников, мы говорим, ну роль такая это должна быть, ведь как построить драматург, откуда спектакль берется тамский драматург и думает, для того, чтобы показать конфликт, мне надо несколько героев, которые будут носителями нескольких идей, а эти герои должны вступать с собой в взаимодействие, кто-то из них должен победить, для того, чтобы он победил, надо вот так-то и так-то выстроить другие героев, они должны говорить друг другу вот такие-то вещи, тут должны происходить вот такие-то параллельные события, это сценарий, ну драматург. Дальше вступает режиссер, дальше вступают актеры вмену дальше вступает зритель который так или иначе понимает и люди надо управителя посмотреть на по большому счету город такой же театр любой социум это вот такой же театр это истина шекспира по большому счету с которым надо просто правильно научиться работать но параллельно вот со всем этим это хорошо было шекспира уже в авторитарное управление когда пришла королева мать и сказала в моем государстве будет вот так кому не нравится тем голову порубаем и у нас же тут параллельно развилась демократия и люди сказали подождите мы сами знаем как нам лучше представьте себе вот это вот ну сколько на 150 140 миллионов россиян 140 мнений как нам лучше мне конкретно я точно знаю как мне лучше значит 140 прав свобод и всего остального и ты это вот так вот уже просто не выстроишь на одной доске никаким способом более того мы с вами вырастили свободное поколение то есть поколение которое родилось в 90-е а во первых его никогда было воспитывать ну и 5 у кого были дети прекрасно помнят что было бы накормить воспитать уже дел 10 и вот они выросли такими достаточно свободными со своими пониманиями и просто так не не построишь в отношении и тут градоуправители или странно управители говорят слушайте придется как-то договариваться нам надо включать коллективное творчество а коллективное творчество возможно включать только опять же вот снизу и невозможно чтобы сразу много людей вступало и тогда мы начинаем формировать как бы на маленьких территориях можем пробовать формировать маленькие такие смыслы маленькие спектакли с участием самих жителей которые будут формулировать какой-то ценности как и какой-то стандарт жизни и развития для людей которые вот на этой территории проживают а дальше разберемся потому что что будет дальше ну пока совершенно непонятно как академгородок будет договариваться со стрижами я не знаю по разделению там академгородок ли это будет или еще что-то как мы будем с москвой по городской электричке договариваться я тоже не знаю почему они нам не не дали да как будут экологи договариваться с туристическим сообществом байкал это тоже неизвестно и мы сегодня вступаем в эпоху очень интенсивных вынужденных коммуникаций переговоров договоренностей требующих огромного количества переводчиков потому что мы каждый придя из своей среды мы обладаем очень ограниченным знанием и языком не всегда не кто себя ловил на мысли что в поколениях то ладно в профессиональных сферах это и мы тоже но у нас уже иногда бывает что их близко возрастных группах или близко соседских группах мы вынуждены переспрашивать что ты имеешь ввиду а нам сегодня требуется огромное количество переводчиков которые бы учили нас заново собственно говоря связывать вот эту вот ткань из фрагментарных о чем нас пугал дебор что это невозможно это шизофрения полная там мириады мириады параллельных спектаклей которые нам показывают это мириады параллельных жизней а сконцентрировать что-то хотя бы какое-то условное одно знание про эту вселенную про ее устройство вернуться хотя бы базовым физическим законам там об устройстве так сказать космоса вселенной электрической розетки и всего остального для того чтобы можно было продолжить пути развития вот собственно говоря вот в таком формате вам хотела рассказать сегодняшнюю тема теперь я хочу вас спросить кто с чем сюда пришел и у кого что может быть возникла пока я рассказывала страшные истории группы рассказываю значит ну во первых популяризация ну вернее расширение формата тс же если вы помните лет еще там 15 назад у нас самая популярная форма была управляющая компания сегодня тс же становится все больше больше и больше и люди на основании вот этого вот единого коллективной собственности да они вынуждены наступать формат взаимопомощи взаимопереговоров и собственно говоря ответственности по содержанию той территории на которой они живут то есть изменение формата управления жилыми на домах появление огромного количества частных управляющих компаний которые от девелоперов остаются на своих жилых комплексов они бросают их как было раньше они построили продали бросили хоть трава не расти пусть она там разрушается не понять что будет они начинают управлять этими комбайнами они начинают думать о том какие школы туда пристраивать резервировать место больших микрорайонах да то есть а начинается вот этот вот процесс осмысленного обитаемого места жизни мы начинаем спрашивать ну если мы даже посмотрим по сайтам и порталом наших государственных учреждений и государственных государственных органов управления мы каждый день натужно не хуже чем анатолий евгеньевич на значит где нет ли у вас снега а по любому вопросу жители спрашивают нет ли у вас тут каких-нибудь мнений предложений претензий с которыми вы можете вот через это конкретное окно войти зайти и обратиться и самое смешное что вот эти вот момент они контролируются потому что они сегодня входят в какие-то в какие-то регламенты государственного управления творческие союзы начинают самоорганизовываться уже превращаясь из просто скажем таких ну чтоб было они превращаются в нормальный общественный инструмент потому что скажем по скорости реакции коллеги на на тот же театральный скандал который у нас произошел да у нас ушло два дня по моему на то чтобы там полтора да даже меньше понедельника в субботу случилось понедельник мы имели письмо из москвы коллеги на на имя губернатора с тем что он говорит ребята я вообще-то вот тут беспокоен потому что это моя очередь этот мой творческий союз я обязана отстаивать его интересы вот по таким признакам да вот корпоративным по признакам укрепления где-то ну я уже сейчас не буду говорить про общественные организации которые также как и молодежные организации волонтерские организации профессиональные благотворительные организации которые 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 берут по свою ответственность а те или иные группы населения студенческие организации организации, которые внутри вузов начинают все больше и больше приобретать, вернее, возвращаться примерно к той модели, которая была в свое время вот в нашем структурированном обществе. То есть вот эти процессы все, не то чтобы мы сейчас выйдем с вами в такую жестокую матрицу, споткнемся, но они начинают структурироваться. Какие-то, да, конечно. Ну, конечно, какие-то, да. Ну, какие-то... Театральные, да, там, сейчас будут всякие патриотические, я думаю. Ну, с патриотическими здесь тоже, понимаете, уж нельзя просто сказать, ребята, любите Родину. Сегодня вот в чем сложность состоит. Нам нельзя всем сказать, дети, любите Родину. Вот у нас здесь какое-то количество людей. И я предполагаю, что каждый из нас эту Родину любит. Ну, как-то... Да, разделение Родины, у кого-то разделение Родины и государства, у кого-то нет разделения Родины и государства, да, кто-то любит по казачьи, кто-то любит по демократическому, так сказать, стандарту, кто-то любит больше за исторические подвиги, кто-то за огромное будущее, да, кто-то любит природу. Непонятно. И когда нам говорят, любите Родину, мы говорим, хорошо, сказали мы каждые, мы будем. И неплохо было бы у каждого из нас, спросите, как именно вы собираетесь ее любить? Бессознательно. Бессознательно. Да, выключили ли вы сегодня лишние электроприборы на территории своей Родины, например? Занимаетесь ли вы раздельным сбором мусора на территории своей Родины, например? Что вы делаете сами, самостоятельно во дворе для очистки его от снега зимой? Потому что это кусок вашей Родины, вообще-то, и вы же там по колено тонете. Да, вот эти вот моменты. И дальше начнутся нюансы, которые заставят думать, боже мой, как есть у дирижеров фраза прекрасная, так как же надо ненавидеть друг друга, чтобы так играть, когда они с оркестром разговаривают. Вот это вот с любовью в районе не надо. Но вы, да, креативом, конечно, он... Нет, если там будет какой-то, так сказать, на будущее, на карьерный рост, в этом смысле, мне кажется. Ну, нормальная, рациональная вещь, если да. А можно вопрос? Да, конечно, нужно. Вы не знаете, Владислав Сурков есть такой, да, в команде Путина. Прекрасный поэт и философ. Какие технологии он применяет? Ну, он же руководит процессом взаимодействия и социума. Я, может, сейчас, конечно, гадость скажу, но с моей точки зрения он вполне себе гениальный человек. И это, конечно, технология иллюзии страха, потому что в том числе к его периоду активного влияния относятся возрождение вот этих вот наших мифотворческих фильмов. Ну, то есть они в то время начинались, да, как легенда номер 17. Ну, и дальше вот это первая, по-моему, не легенда номер 17 была, что-то вот. То есть акцент на, как происходит, сидит человек, который отвечает условно за идеологию, которой у нас условно нет, и говорит, слушайте, что-то у нас не вдохновлена страна. Бриллиантов на всех не хватает, чтобы дарить на каждое Рождество. На Канары все не едут, как это в том фильме Ширли Мэрли, да, мы все не летим на самолете с отдельным куда-то отдыхать. Надо же, говорит, как-то страну... Идею. Идею. Воспотребить. Говорит, а что же такого великого у нас есть? А ты что сделал, Сурков? Национальная идея. Национальная идея. Что же такого великого у нас есть? Хоккейский. Гораздо более великая штука. А? Победа в Отечественной войне. Великая Отечественная война. Великая Отечественная война – это бесспорная ценность для любой советской, российской семьи. Говорит, а подождите, мы же победители. Те, опять же, кто постарше, прекрасно помнят, что у нас было лет примерно 10-15, когда мы 9 мая отмечали весьма скромно. Подзабыли. Было не до того, потому что строилось что-то новое, помнили, ходили, говорили, но георгиевских ленточек не было, раздачи не было, бессмертного полка не было. Но вот этого вот всего не было, национального вот этого вот единения, его не было в осознанном вопросе, что сделал Сурков. Он сказал, он возбудил историческую гордость за сделанное. И это было важно, это было нужно вот в тот момент, когда люди осознали свою историческую идентичность. Они сказали, подождите, действительно, мы же вообще-то вот, вот мы-то вообще-то вот, и у нас вообще-то есть старшее поколение, которому неплохо бы говорить спасибо. Ну, это важный гуманистический момент. А дальше год за годом, все как мы умеем, значит, шли годы, и идея превращалась, и голова превратилась в тыкву. И года два назад, ну, я лично помню прекрасно, как я вечером 9 мая, слыша под окнами пьяные крики молодых парней, которые там то ли повторить что-то собираются, то ли на Берлин прямо сейчас идти собираются, то ли они кричат, мы победили, у меня возникает законный вопрос, ты-то конкретно в чем победил? Произошла подмена будущего прошлого. И здесь вот, вот здесь я с вами совершенно согласна, потому что патриотизм это и прошлое, и будущее. Если для молодого человека впереди не предусмотрено место для подвига, то очень долго проехать на гордости за прошедшее не получится, потому что он при всем уважении к деду, к отцу, к прадеду, вот к эпохе тех свершений, он не сможет ее повторить, а значит, он не сможет соответствовать и памяти павших быть достойным, и не сможет продолжать вот это вот. Ему это все не предусмотрено. Ни стройки ему великой не оставили, бама никакого ему не дали. Космоса ему не дали, войны ему не дали, целины ему не дали, хоккей и того практически не дали. Ну, время от времени что-нибудь, собственно, в футболе тут ей чудо какое-то свершилось, значит, страна ликовала не хуже Коста-Рики, значит, когда мы чуть не дошли, до четвертого финала мы дошли, до полуфинала мы дошли этим летом. Кто футбольный болельщик-то вообще? Понятно, не одна тут, судя по всему, да. Я его не помню. Вы чемпионат мира, мы из группы вышли, а после того, как в России был чемпионат мира. Не, подождите, мы, по-моему, в наш российский чемпионат мира мы дошли до, как по минимуму, до четверти мы дошли, а мне кажется, что даже до половины. Я вот врать не буду, ибо спортивный болельщик я еще тот. Мужчины, помогите кто-нибудь. Вот, поэтому вот здесь вот, и сегодня, да, и когда мы это начинаем понимать, и тут надо понимать, что до государственного управления высокого уровня абсолютно тупые люди никогда не доходят. Ну, это иллюзия, что там полный, как мы говорим, ну, это же надо было столько там, как эти люди вообще добрались управлять государством. Но не бывает так, мы просто не видим того спектакля, в котором они живут, мы не видим системы их ограничений, мы не видим системы, в которых они принимают решения. То есть у нас своя реальность, не своя реальность. Вот, поэтому, говоря про, а что же дальше делать, естественно, тут начинаем думать, да, что-то про будущее надо подумать. И тут у нас начинает возникать опять стройотряды те же самые, у нас начинает поощряться волонтерство, у нас появляется трудовая книжка волонтеров, у нас начинает появляться, вот активизация, почему говорю, студенческого вот этого сообщества, у нас начинает появляться повышенные стипендии за общественную активность, не только за академическую успеваемость, да, то есть это вот поощрение. ГТО у нас какой-то балл один добавляет для того, чтобы... Не один, десять баллов добавляется в Питерском Лезгофтах. Уже десять добавляется. В разных институтах по-разному, да. В этом году именно в Лезгофтах десять баллов. Десять баллов ГТО добавляет для того, чтобы... Да, то есть это уже такой прям... Ты не просто отжался, а прям отжался, отжался. Поступил и пошел, да, то есть то есть иррациональные, эмоциональные и прочие вещи. Вот понимаете, какая штука. Народосбережение, оно же предполагает сначала физическое сбережение народа, а потом развитие вот этого физически сохраненного народа, чтобы из него уже кто-то занимался там творческим, интеллектом, изобретательством или еще что-то. Ну, люди-то должны быть здоровы и живы для того, чтобы вдруг Ломоносов случился. А чтобы они были живы и здоровы, надо, чтобы как-то по меньшей мере они хотя бы что-то знали про то, как сохранять здоровье. Это, конечно, не в плане сейчас там пропаганды здорового образа жизни, а в плане того, чтобы хотя бы не убивать себя каким-то образом ежедневно. Так место Ледового дворца лучше было бы в каждом районе по площадке? Физкультурную площадку. Это тоже спор между разными уровнями, ну, как бы, спорта и физкультуры, да, потому что, конечно, вот такие большие объекты, они дают возможность развития профессионального спорта впоследствии, да, но для сбережения нации, конечно, более эффективно работают дворовые площадки, потому что каждый ребёнок имеет возможность там заниматься прямо у себя во дворе. С микромодулем для тёплых занятий, с открытой площадкой для хоккея. Ну, бесплатные какие-то, секции и прочее, которые сейчас у нас платные. По поводу бесплатного и платного, здесь мы опять же, у нас же ничего бесплатного нет, то есть кто-то за это платит. Бильярдный спорт есть? Нет, бильярдный спорт есть. Секции. Секции есть все, и у нас есть и бесплатные, и бесплатные. Бильярдные есть, но здоровье это не хочет. Во всех видах спорта есть и бесплатные, и платные для разных категорий. Но тогда, если у нас с вами бесплатные инфекции, да, то это значит, что за них платят городской или областной бюджет. А если за них платят городской бюджет, это значит, каждый из нас платит 10 копеек. ЛДС тоже будет платить городской бюджет всё равно. ЛДС за федеральные деньги платит, строится. А эксплуатироваться он будет, он, по-моему, не городской, он, по-моему, региональный, он областной. Поэтому там немножко другая структура бюджета. Просто к моменту, да, вот вы сейчас, как бы, этот вопрос относится к тому, за что я готов платить. Ещё один пост, который сегодня ходит, тоже очень большой информационный резонанс. Это блогер из нестоличного города, который очень подробно написал, почему он не собирается платить налоги в этой стране. Который, как у него фамилия, это вы вот просто в поисковике наберете, вам выскочит тут же. Потому что я за серфинг сетей социальною встретила три раза упоминания. Человек очень просто объясняет. Он говорит, ребята, мне кажется, вы очень неэффективно с моими налогами поступаете. Вы на них неэффективно строите дороги, вы на них неэффективно содержите здравоохранение, вы на них как-то не так делаете образование. Давайте лучше я сам. Вот у меня есть там мои 50% налогов, которые я должен платить. Я вот эту сумму буду частным образом платить частным поставщикам услуг, которые будут мне давать частное здравоохранение, частное там охрану, частное там ещё что-то. И у нас там 20 человек скинется, и вот оно вот и случится. Это тоже к вопросу о самосознании, гражданском самосознании. Когда люди начинают себя осознавать не потребителями благ государства, которое им должно, а гражданами, которые могут выбирать платить, не платить, строить, не строить. А, пенсия тоже самая. Многие говорят, правильно, я бы не платила, вот столько, сколько я плачу сейчас, 20%. Ну, пенсионная реформа, да, и не платил бы, и не шёл бы. Меня в этом плане, если честно, меня лично, больше всего, то есть, в тупик вводит. Я и как-то плохо понимаю, как на эти деньги можно жить, то есть, вот на эти 11 тысяч рублей в месяц. 9. Ну, 9 тысяч рублей в месяц. И я так себе представляю, в моём спектакле, да, вот как, мне говорят, дорогая, через 5 лет тебе будут приносить 9 тысяч рублей в месяц. Я говорю, здорово, говорю я. Он говорит, ну, ты выйдешь на пенсию, я говорю, прекрасно. Ну, а дальше я про себя начинаю думать, и я, конечно, выйду на пенсию, и что мы будем делать с этими 9 тысячами рублями. Они мне говорят, или ты не выйдешь на пенсию, будешь работать, ещё там 10 лет, да, ещё там сколько-то лет будешь, получишь, возможно, 9 с половиной, но у меня больше шансов не дожить до этих унизительных 9 с половиной. И говорят, с другой стороны, если ты с этим не согласен, выходи на митинг. Вот эта вот постановка, с моей точки зрения, она какая-то абсурдная. Я не согласна, по сути, с 9 тысячами рублей. Независимо от того, начнут мне их платить в 50 или в 60 лет, за что я должна выходить на митинг? При этом варианта, выходите на митинг на повышение пенсии, такого варианта нет. Выходи за то, чтобы тебе платили 9 тысяч либо в 50, либо 9 тысяч в 60. То есть, психотехнологии? Да. И я вообще... Нет, ну разница, если на этих 50 заплатить 9, и ты работаешь, а это до 60 не платят вот эти деньги? Можно накопить немножко до 60. Конечно, да. Но, в общем, для меня это... Можно назвать НЛП-технологом? Конечно. Конечно, потому что он гуманитарно талантливый человек. Это действительно НЛП. Но это не только, я бы сказала, это образопрограммирующей технологии. Потому что это и музыка, это и живопись, это и текст, это и ритм, это и все что угодно. И это действительно достаточно, ну, мощного таланта человека. Ну, к он ни при чем здесь, да? К пенсиям? Вы знаете, я думаю, что как бы я была царицей, я бы, может, эти пенсии вообще отменила и перестала людям вообще как-то какие-то иллюзии выдавать. Я не уверена там, при чем он или ни при чем. Ну, по большому счету, по нашим законам решение принимает Государственная Дума и президент. А вот о чем думали эти люди, ну, это надо у них спросить. То есть, по вашему личному мнению, там, организация тех же самых митингов против пенсионной реформы, это просто способ преступления довольствия людей? По моему мнению, организация митинга ради митинга и ради шумового эффекта, это манипуляция людьми, которые пришли на этот митинг. В чьих интересах? В интересах организатора митинга. То есть, просто продвижение там имени того же самого Милана? В том числе, продвижение имени Набан. Ну, не про Государственную Америку. Ну, еще сброс энергии. Да, это выхлоп энергии, это как бы пар в свисток и все остальные вещи, но это не всегда так, потому что бывают вещи, я недаром здесь упомянула, там, тот же самый митинг оперного, да, который был, который, наверное, единственный раз в истории Новосибирска, ну, просто у меня жизнь устроена так, что я много этих митингов и шествия наблюдаю. Да, у нас есть монстрация, это самоорганизующаяся, ну, как бы, демонстрация, вхождение. Да, да, и митинг, который был, это как раз говорит о том, что в Новосибирске очень развита ценность свободы творчества. Свободы и творчества, и свободы творчества, то есть, вот села идея, она действительно очень важна, и она способна собрать большое количество людей. Без Навального, без каких бы то ни было, так сказать, лидеров, просто сама и действует. А как людям выражать свое несогласие, например, с... Для этого у нас в Конституции предусмотрены все возможные способы. Например? Вы можете писать, вы можете, у нас не запрещены митинги и шествия, это все не запрещено, это действует с помощью уведомлений, вы можете собираться, у нас свобода собрания. Нет, все равно же это митинг, в любом случае. Я не говорю, что митинг это плохо, я говорю, что митинг ради митинга, это такая игра ради игры, это вставка в спектакль, который, ну, дает нам возможность развлечься. Если это встроено в алгоритм действий, это просто инструмент привлечения публичного внимания для решения вопроса, любой вопрос решается в кабинетах. На митингах мы можем только привлечь к нему внимание, ну, как бы, чем больше людей собирается на митинге, тем... Хотя бы так, а иначе... Да, мы должны быть, мы должны быть, ну, как бы, люди, участвующие в митинге, они должны хотя бы предполагать то, что люди, собирающие этот митинг, они имеют план урегулирования и конструктивного выхода из ситуации. Это не свержение всех и вся, а конструктивного урегулирования ситуации, потому что ни один нормальный гражданин не хочет резких перемен в социуме. Мы с вами прекрасно, ну, не все знают, но, опять же, к вопросу, когда мы были в 1917 году молодыми, все прекрасно знают, что происходит, когда резко ты утром встаешь в другой стране, в другом мире, зовут тебя по-другому, и ты как это, кто, я белоснежка? Ну, ладно, я белоснежка, я пошла. Есть же, вот смотрите, хорошие примеры, там, и сейчас, ну, они, может быть, неудачный пример по Франции сейчас, сколько людей вышло. Это удачный пример. Это не наш менталитет. Тут к вопросу о, действительно, о структуре сообщества. А менее не так давно. Французы, французы, французы нас вообще потеряют из-за мигрантов. Они там вообще такое притворяют, что они в лесенских полях дрыгнут под газеткой вообще. Ну, это хорошо хоть под газеткой. Ну, они у нас же, блин, под газеткой дрыгнут, вы знаете. Здесь мы с вами, наверное, обращаемся к культуре разных обществ, стран, сообществ и территорий. Франция – это давняя страна демократии и собственников. А это их территории, это их кафе, это их улицы, это их магазины. Их – это не значит общее, а это вот моей семье, которая 300 лет вот здесь вот жила и жила так. И мои дети 300 лет ходили в эту школу, и они ходили в нее так. И я не хочу вообще тут никаких перемен, меня не особо спросили. То есть, и там, действительно, очень сложная сегодня ситуация, потому что речь идет о размывании социокультурных характеристик. Это, ну, туда даже лучше не лезть, я, ну, тут недавно был российско-германский форум, у него приезжал, значит, прямо в сам делишный принц немецкий, который сказал очень хорошую вещь. Он делал доклад, он говорит, в Европе мы сегодня имеем последствия избытка демократии. Избыток демократии – это когда мы вынуждены бесконечно слушать неопределенное все возрастающееся количество людей, независимо от наличия умственных способностей у говорящего человека. И недаром же есть хорошая расхожая фраза, что в тот момент, когда там Дворимин Юсупов голосовал за равное избирательное право и за общую демократию, он никак не предполагал, что его голос будет равен голосу дворника. Но, тем не менее, вот это вот мы имеем. Поэтому вот этот момент избытка демократии, то, что Европа сегодня переживает, мы до него еще не доросли. Ровно как не доросли до создания собственников. И еще вот этот момент, до Москвы далеко, до царя высоко, или там до царя далеко, до Бога высоко, в разном варианте, он уж тем более в Сибири, Нет, ну там, где Россия более сконцентрирована, там они более активной жизнью живут, и Питер, и Москва, и там, где людей-то побольше. А у нас с вами, нас, извините, здесь за Уралом живет столько же, сколько в Москве, 20 миллионов человек. Нас оттуда не видно, и если случайно нас забудут переписать, эта погрешность, она, в общем-то, вполне себе укладывается в туда. Конечно, мы отдельно живем, события там, 91-го года, когда Москва на Болотную площадь бегла, мы даже об этом практически не знали. Конечно, не знали, только Ленивый об этом, уже самый паршивый журналюк об этом писал, да, про Болотную. Конечно. Почему? У нас своя Болотная тут была, у нас тоже были шествия белой ленточников, выходы какие-то, всех посчитали, сколько нас там было. Ленивый не писал. Человек 300 нас там было, ходило вот с этими ленточками. Это, опять же, к вопросу про эти, Болотная, про нашествия. Ну, походили, походили. Ага, походили. Что такое? Если бы эти главы, я бы, КГБ бы не забрал, что бы произошло, мы бы сходили, нет? Что бы произошло? Вот, посмотрите. По структуре, по этой, по этой, да. То есть у нас сегодня есть, как был момент, это хорошо, что они идут, это так же, как история с Крымом, да? Хорошо, что КГБ остановило, или плохо, что КГБ остановило, хорошо, что мы Крым присоединили, или плохо, что мы Крым присоединили. Каждый из нас смотрит свой спектакль. И в рамках своего спектакля... Мы поняли, поняли. Конечно, он вообще был даже хазарским был, и турецким был, он каким только не был, татарским был, он вообще греческим даже был, если историю почитать. Ну, это же... Да, вот, поэтому... Здесь даже вот про Крым, это у меня табу личное, просто, пока мы здесь с вами не подрались, прямо в книжном магазине, все не стали пить друг друга, компьютерами и книгами. Что у кого еще? Я еще про памятник Сталину, как мне осталось спрашивать. О, да, памятник Сталину. Да, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Вы в течение, как бы, ну, вот, нам все беседы говорили о том, что, в общем-то, нам подробно рассказывали, что у нас очень много сценариев, у каждого свой, и они все более специализируются, и мы, в общем-то, как бы, и не понимаем друг друга. И там позвучалась такая фраза, что, в общем-то, как бы нам нужны переводчики. Что вы имели в виду? Я имела в виду буквально переводчик. То есть, есть такая профессия сегодня, которая называется медиатор. Медиатор – это человек, который, ну, вот мы с вами, например, сейчас захотим договориться до чего-то, или по памятнику Сталина. Нам же надо как-то выйти мирно из этой ситуации, нам же в одном городе жить. И медиатор приходит и говорит, скажите, что вы, зачем вам это все? Одна сторона ему это объясняет, он говорит, вот за этим. Он идет к второй стороне, говорит, вот, сказали, что так-то будет хорошо. На самом деле, это существует в народных традициях повсеместно. Оно и существовало, и существует просто сегодня, это кристаллизуется в специальную профессию, которая называется социальная модерация. А если говорить ближе к профессиональным языкам, кто занимается цифрой и компьютерными технологиями, они знают, что в процессе производства компьютерной программы, вот я, например, сейчас захочу себе сделать приложение. Для того, чтобы меня программист понял, вот мы с ним встретимся, если один на один, смысла толка не будет никакого. Он меня не поймет, а я уж тем более его вопросов не пойму. Нам нужен посредник. И это происходит сейчас с социальной группой. А где они есть? Медиаторы, они начинают потихоньку готовиться. Например, они даже обозначены в атлас новых профессий агентства социальных инициатив, то есть как отдельная перспективная профессия. Это, конечно... Уже преподают? Да, и она начинает как специализация преподаваться, но это, конечно, психологи в первую очередь. Это психологи, социологи, и это не совсем, как иногда говорят, о боже мой, такая бесполезная работа, бесполезная профессия, психология в этом. Это смотря как на нее... Что с ней делать, как с тем молотком. А вообще востребованы в наше время в нашем регионе? Я не говорю Москву, а я говорю Новосибирску. Медиация? Она начинает требоваться все больше и больше, потому что она имеет много сфер применения. То есть помимо того, что мы имеем медиацию в конфликте хозяйствующих субъектов, у нас есть медиация, например, сегодня одна из таких востребованных, не точно, это медиация в процессе реализации крупных инвестиционных проектов или девелоперских проектов, когда на одной территории несколько, ну, вдруг каких-то взаимоисключающих вещей начинают идти, а делать что-то надо. То есть нам надо и двор построить, и стоянку построить, и магазин построить, и школу. И вот здесь вот для того, чтобы люди сами по себе, они не способны без посредника иногда договариваться, нужен старший. Но вот этот человек, он же должен разбираться в тонкостях того, чего он будет переводить. Он не должен разбираться в тонкостях, он должен, как переводчик любой, он должен разбираться в структуре сообщения, и желательно ее не нарушить, и в важных ценностях, которые для группы важны. То есть они говорят, почему тебе важно, то есть говорят, почему важно, чтобы памятник Сталину не стоял, почему важно, люди говорят, какие-то, говорят, ну это же ужасно, он же, вот там, кровавый тиран, и все остальное. Говорят, почему важно, чтобы он стоял, потому что он великий полководец, и это индустриализация, это объединение наций, и так далее, и тому подобное. И истина, она всегда где-то посередине находится, пока она не определена, а окончательно, как в случае, например, с преступлениями против человечества. Вот, поэтому, вот этот вот медиатор, это он же адвокат, он же посредник, это человек, который позволяет людям бескронно договариваться друг с другом, без ущерба для здоровья и последующих поколений. Но люди даже в судебной системе работают на досудебном этапе. Да, на досудебном. Могут договориться. Медиация корпоративная, досудебная, юридическая, она как профессия, она, наверное, лет уже 15, она уже хорошо, институт медиации существует, который вот действительно позволяет договориться. Ну вот теперь она еще в быт у нас будет переходить. Как представить, вот вы с мужем поругались, например, думаете, да убила бы его, он там сидит на кухне, злый день, вообще всю жизнь я испортил. А есть-то хочется, на кухне-то идти надо, а он там сидит. Надо же как-то мириться. Как было бы хорошо, звонишь по телефону вот этот? А у нас есть человек такой, я тоже знаю фамилию. Правда? О, прекрасно. Вот дадите нам всем телефон, мы ему звоним, он приходит, быстренько за 5 минут нас всех мерят, ужином кормят, спать укладывают и дармой уходят. Да. Ну что, еще что-нибудь осталось? Не про... Толмачеву переименовали, знаете. И Толмачеву еще не переименовали, Толмачеву не должны переименовать. Мне кажется, очень важная тема, мы сейчас подошли совершенно логично к возможно перспективному решению всех этих наболевших вопросов. Явно человеческий ресурс уже исчерпан, и каких-то версий более-менее внятного развития цивилизации уже мало, можно себе представить. Мне кажется, сейчас вступает в роль так называемый искусственный интеллект. Вполне может быть, что работа вот в этом направлении, я просто знаю, на эту тему много наработок есть, очень много публикаций на эту тему, сейчас это очень такая распространенная тема, потому что люди всегда имеют, извините, такую какую-то все время субъективную точку зрения и так далее. То есть там очень много нюансов, которые они с трудом могут учесть, какие-то общие интересы. А некий алгоритм, который он, соответственно, может принять благодаря своим вычислительным мощностям и принять какое-то конструкционное решение. Порядок, порядок, конечно, он больше может навести, но для меня вот проблема как раз состоит в том, что мне-то придется с ним общаться, я со стиральной машинкой договориться не могу. А тут я ей прихожу, говорю, давай стирать хлопок. Она говорит, нет, я намерена стирать шелк, потому что ты мне выставила вот такую-то температуру. Я ей так, сядь, поприседала, она говорит, нет, шелк. Но она абсолютно прав, и поэтому сейчас вот это вот искусственный интеллект, когнитивные науки, познание мозга, систем какой-то распознавания, это очень важное научное направление, которое, возможно, уберет наши эмоции, возможно, как-то даст меньше возможностей недоговоренности, образов, метафоры или еще чего-то, так сказать, недопонимания именно в обмене информации, но я думаю, что должна будет остаться где-то ниша эмоционального, креативного, эмпатического вот этого общения, когда, где, пока машина не в состоянии человека занимает. Вот. Дальше будет дальше. Но это нас спасет, конечно. Конечно. Особенно я представляю себе, как я прихожу, говорю, картину, это вот Андрей просто прекрасный художник. И вот он говорит, что нас спасет искусственный интеллект, а я представляю. Вот я прихожу в качестве искусственного интеллекта, говорю, хочу вот такую картину. Просто одно другому не мешает. Нет, не мешает. Он пройдет свою нишу и никто ни с кем ссориться не будет. Они будут решать какие-то функциональные, бытовые, условные вопросы, но мы остались с укисловками и клавишами разнать. То есть, что произойдет, произойдет такой, что наконец-то человек поделится своей ответственностью с тем, кто сможет за него принимать решения. Мы только поимать можем что-то делать. То есть, будет тихо и спокойно. Мне кажется, он не то, что поделится, он скажет, о, вот ты наконец за все и отвечаешь. Да, и все будет прекрасно. На самом деле, за некий биохимический алгоритм они тоже, в принципе, просчитывают. Я думаю, до этого они доведутся. Все нормально. Это почему, особенно, почему, если есть сильные глава семьи, то все защищенные члены семьи позволяют себе быть слабыми, эмоциональными, бесполезными и бессмысленными. Потому что у них никакого повода нет осмысленными, сильными, у них там, в общем, есть искусственный интеллект, который их защищает и за них решается проблема. Ну что, домой пойдем по заснеженным трубкам. Будем звонить и писать, и говорить, здесь обнаружен снег. В центре города. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. До новых новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова